Вы мне скажите, отмашку дайте, когда я начинаю говорить? Да можно уже, уже пошла съемка. В 2018 году библиотека Солнечная, заведующая которой я являюсь, выиграла грант. А как его зовут? Екатерина Михайловна Андреевна, его меня зовут. Да, выиграла два даже гранта. У нас один муниципальный грант в сфере культуры и искусства, на который была создана молодежная литературная студия СЛОК. А второй грант, федеральный грант, как он еще считается даже международным, это от фонда соработничества, православная инициатива, на который, на средства второго гранта была создана вторая литературная студия, уже детская, называется «Лучик». И вот этим летом эти две студии начали свою работу, так как мы уже не первый год сотрудничаем с региональным отделением Российского союза писателей. Галина Леонидовна Одинцова является председателем. Мы стали приглашать для проведения мероприятий подопечных Галины Леонидовны, писателей, поэтов наших амурских. И вот сегодня у нас очередная встреча состоит от Александра Владимировна. Ну вот и все. В принципе, я вам так кратенько рассказала. С кем мы уже встретились? С Российского союза писателей. Да, у нас уже побывал Александр Курака. Мы встретились с Натальей Ладицей, Надеждой Гвазиловой. Сейчас я буду вспоминать. Надежда Белоусова не приезжала? А, Белоусова, да, Надежда Константиновна. Она детские стихи пишет? Да, пишет детские стихи. Кстати, очень такая теплая атмосфера домашняя практически. Она так умеет вокруг себя вот эту ауру создавать. Дети прям, можно сказать, открытым, потому что были, слушали. Даже такие высказывания были. Лучше бы я учила стихи Надежды Белоусовой в школе, чем то, что нам там задают. Вот так вот, да. Оценили дети? Оценили дети, да, действительно. С кем мы еще встретились? А, вот у нас завтра будет с Юлией Данько встреча. Тоже детские стихи пишет. И с кем? С Дьяковой. Нины Дьяковой нет, у нас еще и не было. Но мы ее тоже планируем пригласить. Кто завтра будет еще? Данько, Юлия. Да, да, да. А на Зинбер приходила? Нет, не было. Ну вот, кстати, был подарен нам альманах, зеленая лампа. Мы ее вот так полистала. Один из подаренных альманахов мы прям под автографы взяли. У нас уже практически пола альманаха с автографами теперь. Да, кстати, тоже сегодня возьмем автографа Александра Мамина. Надо не забыть подать ему под автограф журнальчик. Ну вот, что вам еще рассказать? Наверное, все, кратенько как бы все рассказала. Интересные очень встречи. Очень рады, что мы стали сотрудничать, потому что вот я уже 10 лет работаю в этой библиотеке. Предыдущие годы... Хозяюшка. Да, предыдущие годы как-то вот у нас так не получалось, чтобы мы так активно встречались с авторами. Хотя я считаю, что такие встречи детям очень полезны. Они как бы дополнительный стимул дают, что общаясь вживую с автором, потом хочется взять эту книжку, а вот мне про нее рассказывают. Я этого автора знаю, вот хочу ее почитать. И вот у альманаха «Зеленая лампа» уже практически у нас все детки читатели... Ну не все, большинство уже прочитали, познакомились. Уже узнают многих. Мы первые встречи проводили не в рамках студии. У нас до этого, вот с 16-го года, мы начали проводить смену дневного пребывания на базе библиотек. Вот одни из первых в области ввели такую форму работы с детьми. И вот две-три встречи за лето мы проводили. А вот тут буквально каждую неделю у нас писатели, поэты, сказочники. Дети собираются. Дети в любом случае. У нас здесь такой район, что... Еще ребята идут. Да. Проходите, девчонки. Здравствуйте, девочки. Так, берем стульчики. Так, сейчас кому не хватит, я принесу. Вот эти можете вы по компьютеру тоже стульчики брать. Хорошо.